Всем привет! Сегодня я хочу рассказать вам о своих фаворитах ушедшей весны и показать те продукты, которые чаще всего можно было увидеть на мне этой весной. Но прежде чем показывать вам декоративную косметику, хочу показать вам одно средство по уходу, которое этой весной стало для меня настоящим открытием и очень приятно порадовало. Это вот такая масляная композиция для кожи Век от фирмы Мира. Мне кажется, что моя кожа просто влюбилась в это средство. Поэтому эта масляная композиция прекрасно работает с моей кожей Век. К тому же она очень экономична. Всего лишь одной капельки нужно, чтобы хватило на все Века. И за 2 месяца использования, как вы видите, этого средства израсходовалось совсем немножко. Более приятного и более эффективного средства по уходу за кожей Век у меня еще не было. Я понимаю, что это средство, наверное, будет со мной теперь во все времена, круглогодично и хочется найти мне что-то похожее для кожи лица. Вот я еще в поиске своего идеального крема для лица, а знаю, что идеальное средство для Век у меня уже есть. И обратите внимание на это средство. Те, кто еще не нашел свое идеальное средство для кожи Век, для меня это очень приятное и радостное открытие. Каждый вечер пользуюсь этим средством с большим удовольствием и не нарадуюсь на него. Ну что ж, перейдем теперь к средствам из декоративной косметики. Начнем с тональной основы. Так как у нас весна была двойственная такая, в начале, в март можно было сказать, что это была зима, а потом зима плавно перешла в лето. Я как таковой весны не была, поэтому вот в моих фаворитах будут разные продукты, можно сказать и зимние, и летние, которыми я пользуюсь в разные времена года. А тональной основой в марте я пользовалась вот такой жидкой тональной основой от фирмы Мира. Нравится мне состав этого средства, нравится, как оно работает с моей кожей. С удовольствием им пользовалась. Думала, что это весной его закончу, но так как лето настало гораздо раньше, и вот такие жидкие тональные основы для моей кожи уже не подходят, на лето я люблю что-то гораздо более легкое, то я пользовалась минеральной основой. Смотрите, что это вот такая маленькая баночка. В прошлом летом вот такой маленькой пятиграмовой баночки мне хватило на все лето, и я просто не вижу смысла покупать больше. Причем в этот раз я купила такую маленькую баночку, я еще подыскивала свой идеальный тон тональной основой, в принципе я с ним определилась, и может быть туда дальше я куплю полноценную версию, так как минеральные средства не имеют срока годности, смогу использовать его спокойно, пока на ней зарасходуется. Минеральная косметика, по крайней мере, в том варианте, как я ее использую, мне хватает ее надолго. В качестве консилера уже, когда я использовала минеральную основу, я использовала свой тональный крем от Миры, он прекрасно сочетается вместе с такими сухими минеральными основами, я ее использовала на какие-то недостатки, несовершенства кожи, и поверх мне использовала минеральную основу. В качестве закрепляющей пудры у меня была вот такая минеральная пудра, которая называется Soft Focus, эта пудра является аналогом знаменитой пудры Make Up For Ever, которая делает лицо с эффектом поташопа, размывает все недостатки, делает кожу очень красивой, и эта пудра также работает, я не нарадуюсь на нее, это уже у меня вторая баночка, и знаю, что в следующий раз, скорее всего, возьму себе полноценную версию, потому что эта пудра должна быть на все времена, по крайней мере, у меня, у обладателя лица жирной комбинированной кожи, потому что она не только вот такой делает эффект фотошопа на лице, но и прекрасно мотирует кожу. Следующее приятное открытие этой весны для меня, это были румяна от Фаберли, которые идут в номере 6081, и называются Бархатное Сияние. У меня всегда были сложные отношения с румянами, потому что именно в тех местах, куда наносится румяна, чаще всего у меня бывали какие-то воспаления, если же они проходили, то оставались следы от этих воспалений, и румяна только подчеркивали эти воспаления, и я понимала, что лучше вообще не более пользоваться румянами, чем привлекать внимание дополнительное к этим местам. Но с этими румянами все по-другому, это такой универсальный цвет, это такие румяна, которые обладают не очень большой пигментацией, их можно наслаивать, но с ними невозможно сделать ошибки, невозможно сделать пятно, невозможно переборщить, поэтому для меня это оптимальный вариант, и что меня радует, они не подчеркивают красноту и какие-то недостатки кожи. В моем случае это идеальный выход из положения, теперь я пользуюсь румянами каждый день, в зависимости от состояния своей кожи, что меня очень радует. Также этими румянами, когда мне нужен какой-то экспресс макияж, я пользовалась и вместо теней, могла пользоваться и при помощи кисточки, могла просто пальчиками быстро нанести эти румяна в уголок глаза, освежить сразу взгляд, нанести румяна, и мой макияж был готов. Очень довольна этими румянами, для меня они стали настоящим мастхэвом, думаю, что буду пользоваться ими активно и летом. Ну что ж, перейдем теперь к тем средствам, которые чаще всего были на моих глазах этой весной, и начну с того средства, которому эта весной дала вторую жизнь, когда я уже начала переходить на минеральную косметику, начала пересматривать те средства, которые у меня были, и обратила внимание на такую баночку, которая стояла практически нетронутой, и я решила вспомнить, что же такое, почему мне это средство не подошло. И оказалось, что просто тем летом я не разобралась в этом средстве, я его приняла за минеральную основу, газотональную основу, а оказалось, что это основа праймер, основа под макияж. Действительно, это прекрасное средство в качестве праймера, она хорошо матирует кожу, ее можно использовать и как на все лицо, и в качестве базы для век, и вот это средство мне очень понравилось как база под тени, потому что мое лицо, если использовать на все лицо, слишком выбеливала эта база, но в то же время, если использовать жидкое тенальное средство, то вместе они работали довольно-таки хорошо, и она хорошо матирует мою кожу. Но если наносить это средство очень тонким слоем и влажным способом на веки, то мои жирные веки, с которыми вообще носить тени очень проблемно, она спасала меня из такой проблемной ситуации, и сдерживала тени, чтобы они никуда не скатывались, и они держались практически целый день. Я этим средством осталась очень довольна и рада, что не распрощалась с этим средством в свое время и дала ему второй шанс. Как я уже говорила, в этом году весна все никак не хотела к нам приходить, и на зло погоде, на зло морозу и снегу, который выпал в марте, я решила делать какие-то яркие, по-настоящему весенние макияжи, что для меня абсолютно не свойственно, и вообще я всегда боялась экспериментировать с какими-то яркими цветами на своих глазах, но эти весны, в моем понимании, я просто разошлась и далась воле экспериментам. Первые тени, которые начали ряд моих экспериментов, вот такие, очень необычного, такого зеленого цвета, разбавленного молоком, очень необычный оттенок, редко, мне кажется, такие оттенки можно встретить, это минеральные тени, которые при сухом нанесении будут также выглядеть на глазах, а если наносить их влажным способом, то это получится совершенно другой оттенок, получается более глубокий, насыщенный, более темный зеленый оттенок, который идет еще с переливом, очень красивые тени, мне кажется, будут необычайно красивы для вечернего макияжа, и, кому интересно, это тени фирмы Lumiere, и называются оттенок у них Жанде. Оставлю ссылку на мой макияж с этими тенями, но там не то, что макияж полноценный глаз, скоро, скорее, такие вот стрелочки очень яркие у меня были, предвкушая необычайную красоту цветения деревьев, нежно-розовый цвет, который смешан с белым. Я решила поэкспериментировать с розовым макияжем, и в этом мне помогала палетка Floor Marf в 402 номере. Если осенью мне нравилось использовать вот такой темный оттенок, то весной я использовала этот светлый и более темный, и мне очень понравилось, как они смотрятся на моих глазах, никогда не думала, что розовые оттенки так подойдут мне, и мне нравилось делать розовый макияж глаз, использовать нежно-розовые румяна. И меня мучает вопрос, можно ли так делать, можно ли использовать в похожей гамме, очень похожего оттенка, оттенки теней, допустим, делать розовые тени и наносить розовую румяну. Правильно ли это? Или это является ошибкой в макияже? Я тоже с нетерпением буду ждать ваших комментариев по этому поводу, потому что этот вопрос не перестает меня волновать всю весну, но мне кажется, если это освежает образ, сделает наше лицо очень красивым, то почему бы и нет? В мае, когда начало цвести сирень, а я обожаю подобные оттенки во всем, и в цветах, и в одежде, и в тенях, очень люблю все оттенки сиреневого, фиолетового, лавандового цвета. Для меня это настолько любимые, настолько приятные к моему глазу оттенки, что, конечно же, в мае чаще всего на моих глазах были тени Катрис в 0,50 номере. Вот этот светлый оттенок я использовала на все века, и сегодня он у меня на глазах. Затемняла уголок глаза я при помощи вот такой маленькой бюджетной палетки от Мэрилин, при помощи вот такого красивого яркого фиолетового оттенка. И сегодня он у меня тоже на глазах. Очень нравится мне комбинировать вместе тени Катрис и Мэрилин, и несмотря на то, что они бюджетные, на глазах они смотрятся довольно-таки хорошо. Подводкой, которой я пользовалась этой весной и зимой, которая мне вообще очень нравится, это ультратонкая подводка от Artvisage. У нее очень тоненький кончик, вот такой, который позволяет рисовать тончайшие стрелки. При желании можно сделать их более толстыми, но мне нравится делать стрелочки очень-очень тоненькими у самого края ресниц, слегка подчеркивая реснички таким образом и делая макияж более натуральным и более естественным. Тушью, которую я пользовалась этой весной, была тушь от Faberlic, которая называется «Моя любимая» прямо в тему сегодняшнего видео о фаворитах. Почему я использовала одну тушь? У меня такое правило, что я начинаю одну тушь и пользуюсь ей 3 месяца, потому что рекомендовано использовать тушь в течение 3 месяцев, чтобы потом не было никаких проблем с глазами. Сколько я тушей за свой момент не перепробовала, еще ни одна тушь у меня в течение 3 месяцев не засыхала, ей можно краситься и дальше, просто я считаю, что это будет нежелательно, особенно с моими чувствительными глазами. И еще не было такого, чтобы какая-то тушь с моими глазами работала плохо. А эта тушь мне очень понравилась, так как ее щеточка буквально идентична легендарной туши от «Гурмандис». Она дает такой же эффект, как и тушь от «Гурмандис». И хороший объем, и хорошее удлинение ресницы. И еще больше мне нравилось, как легко эта тушь смывается. Просто удовольствие было вечером снимать эту тушь с глаз. С этой тушью я осталась довольна. И средства, которые чаще всего были на моих губах, это вот такой блеск от фирмы «Вов», который сегодня тоже на моих губах находится. Очень приятный оттенок. Его можно делать как прозрачным на все губы, так и наносить вторым слоем, и он становится вот такого более насыщенного цвета, как и во флаконе. И второй блеск, который мне тоже очень нравится. Это блеск от «Коларми» в 414-м оттенке. Очень натуральный и дает очень красивое сияние. Губы с ним объемные становятся. Вот такие фавориты были у меня для губ. И любимые лаки этой весны. Это все открытия, это все новинки для меня, по крайней мере. Вот такой вот лак от «Фаберлик». Он идет в номере 7058. Для меня это очень необычный цвет, потому что я не могу дать ему название. В то же время он и розовый, он уходит и в персик, и отливает золото, и припыленные розы отдает. В нем нарешено много всего. Он необычно переливается. И что мне нравится? Он переливается не за счет блесток, не за счет какого-то эффекта голографического, и не за счет примитивного перламутра. Он переливается, можно сказать, за счет какого-то хамелеона из одного оттенка уходит в другой. Очень красивый цвет. Практически весь март его использовала, и качество этого лака меня тоже порадовало. И следующие лаки, которые были на моих ногтях весь май, и будут и летом, мне больше чем уверена, это вот такие два лака от «Эль Коразон». Первый вот такого красивого, сдержанного цвета, бежевого, с черными большими кружочками, которые создают эффект перепелиного яичка, и вот такой второй, который сегодня у меня на ногтях. И в этом лаке есть вкрапление маленьких черных точечек и больших серебристых таких кружочков, которые дают эффект такой рыбьи чешуи. Очень нравятся эти лаки, нравится, как они держатся. Единственный минус у этих лаков – это то, как они смываются. Вначале смывается полностью цвет, и остаются все эти кружочки на ногтях. Та же самая история происходит, если использовать лак с блестками, которые идут отдельно, блестки разбавленные в каком-то прозрачном лаке. То же самое, их тоже очень тяжело смыть. Но, тем не менее, я нашла вариант. Где-то на 30 секунд я ложу ватный диск, смоченный жидкостью для снятия лака на ногтях, и потом уже все легко смывается с ногтей, не травмируя ногатки. Вот такие фавориты были у меня этой весной. Поэтому, с каким воодушевлением я рассказывала о этих вещах, вы можете, наверное, понять, насколько эти средства мне нравились, как мне приятно ими было пользоваться. С удовольствием почитаю в комментариях, какие фавориты этой весной были у вас. Надеюсь, что мое видео вам понравилось. На этом все. Всем пока!